Через каждые полчаса мешалка проворачивается и погружает кожицу виноградную в сок для того, чтобы изолить все красящие вещества кожицы виноградной. Если, допустим, большинство винограда, если переработать, сразу отделив от кожицы, то вино будет белым. А если вместе с кожицей оно сбродит, а у нас сбродит где-то 5-7 дней вот в этой емкости, тогда вино получается красным насыщенным. Не от сорта зависит белый виноград? Нет, ну с белого винограда красный вообще не получит. А красный виноград, вот даже кабарне, кожица красная, а сама мякоть, она белая. Кабарне может быть белым? Конечно, может быть белым, если сразу отделить от кожицы. После того, как вино бродит, осветлится, мы его опускаем в подвал. Идемте, сейчас я проведу вас в кладке. Осторожно, потом перекроете. Это виноградчики показали. Вот это виноградка пошел. Это виноградка, засада. Это виноградка. Да, виноградка цветет, но остатки, которые остались. Да, очень много. Вот это виноградка. А тут тоже находятся виноградки? Это виноградки, да. Они у нас как бы пока в запасе, еще у нас какие-то виноградки нет. Да, вот это виноградки. За этим уроком мы пырыли, как лаван. Мы не собирались бы строить новый завод, потому что этого мало. Когда началось, мы начали, и так остановилось все. Так что лаван там есть, но ничего, что в каклома не было. Вот это здание, это наша лаборатория. Вот здесь есть помещение. Пару с крючкой. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Идемте, наверное, еще. Ха-ха-ха. 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 Идемте по-моему, а мне, почему. Ну, что? Вот эти? Это бочки стоят. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть на каком уровне вину? На том уровне крышка. На крышку одевается камера, она закачивается. Есть там специальные насосики. И доступа кислорода нет. Если мы бочки доливаем два раза в неделю, потому что через клепку идет испарение, то вот эти емкости мы закрыли, и все, и спокойно, что туда доступа кислорода нет. Но в бочке идет лучше созревание. Вот идет обменный кислородный такой вот обмен. И процессы, которые происходят, способствуют быстрому созреванию вина. А в этих емкостях, конечно, вино так и созревает. Вот так оно много-молодое, так оно... Ну, чуть-чуть там есть какие-то изменения, но по сравнению с бочкой очень разные. Значит, на сегодня у нас где-то 17 наименований вина. В основном мы производим столовые, сухие, полусухие, полусладкие вина. Это 90% и где-то около 10% мы производим крепленный вина. И скрепленный вина мы производим в основном десертное вино. Сделали мы литерное, но его в данный момент нету. Мы никак не разработали этикетку, потому что само вино было сделано в честь мучки, в которой 20 лет. Мы сделали разные варианты, но мы, кстати, ни к одному варианту не можем, так сказать, согласиться. И поэтому литерное вино, когда мы его переделали, мы еще не дали его производства. Вот. У нас два вермута, шесть наименований белых сухих, три наименования красных, хотя на данный момент только одно, уже два красных у нас закончились. Ну, их в небольшом количестве у нас мы было с операми, поэтому быстро мы их закончились, осталось кабарне. Одно полусухое, полусладкое это со столовой группы. И десертных у нас три белых, одно красное, ну, и два вермута. Вот такой ассортимент у нас. О их качестве вы будете судить, когда попробуете, посмотрите, что вам понравится, что не понравится, можете высказать свои пожелания. Вот. Ну, вот то, что в подвале. Вот это вот камень, который, из которого сделан этот подвал, это натуральный камень, который находится под виноградниками. Под виноградниками находится этот камень, на этом камне глина. Грунты тяжелые. Благодаря тому, что грунты тяжелые, они хорошо впитывают солнце, прогреваются солнцем и отдают вот это солнечное тепло. Потом этот грунт отдает винограду. Поэтому у нас очень хорошее созревание. Все столовые вина у нас с высоким содержанием спирта. Мы смогли сделать десертные вина только благодаря тому, что действительно накапливаются очень высокие сахара. Даже в Крыму, не во всех регионах, имеются такие сахара, как у нас. Вот эти тяжелые грунты, они позволяют накапливать высокий сахар в винограде. Ну вот, коротко о нашем предприятии. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. У нас небольшая коллекция там, ну буквально по 5-10 образцов с 2011 года мы работаем. И где-то по 5-10 образцов мы закладываем в коллекцию, чтобы потом через время посмотреть, как они себя ведут. Может, хозяева будут продавать чуть дороже. Вот поэтому вот так вот. Скажите, а сколько в год производится литров? Винограда. Понимаете, за вот эти вот 6 лет, которые у нас, я не могу сказать, что у нас очень стабильно, так сказать, все. Поэтому, да, по-разному. Но где-то от 30 до 60 тонн мы перерабатываем винограда. Выход по вину считается где-то в пределах 70%. А продается только в Версоне или еще где-то? Нет, теперь мы уже можем продавать и в других магазинах. Но пока мы не можем зайти на полки. Оказывается, это не так просто. Раньше была лицензия, которая стоила полмиллиона. И маленькие такие предприятия, чтобы их не выпустить, большие предприятия, лоббировали этот закон, чтобы или вообще отменить эту лицензию для маленьких предприятий, или хотя бы дифференцированно сделать, в зависимости от объемов. Объемы всегда можно проверить. Любой проверяющий приехал, даже пересчитал емкости, уже по емкостям ты можешь определить, ну, среднее сколько, допустим, чтобы, допустим, не обманули. Вполне можно проверить. Или тут десятки тонн, или тут просто там сколько-то тонн. Поэтому это все проверяемо. Но большие предприятия, они давали большие взятки, чтобы не выпустить такие маленькие предприятия. Но в прошлом году все-таки президент, будучи в Одесской области, в общем, там его уболтали. И этот закон отменили о том, что такие маленькие предприятия, которые занимаются и выращиванием винограда, и производством вина, отменили эту лицензию, которая стоит полмиллиона. Потому что полмиллиона каждый год платить для такого предприятия, как это, это просто не под силу. Вот, отменили. Но войти теперь на полку, оказывается, тоже не так-то просто. Когда уже там завоевали свои, ну, те предприятия, которые уже давно и сейчас пробиться. Поэтому мы как бы и можем торговать, но еще не получается. Предложения не покажут. Да, так как и предложения. Тут предлагаешь, ну, пока предприятия не знают и не очень люди берут. Но мы отправляем по новой почте, нас многие знают, и кому нравится, они заказывают по телефону, но мы новой почтой отправляем в разные... по Украине. Вот. Ну, вот так вот. А, еще скажите, пожалуйста, а бажале, оно вообще имеет перспективы стать когда-то вином более таким? Или это молодое вино, которое бажале? Ну, конечно. Молодое, то есть оно было еще... Молодое. А если оно подольше посидит? А и подольше посидит, это уже не пожалеет. Оно же поэтому и молодое. Оно играет еще, еще там углекислота и все. Поэтому оно продается только вот в сезон. В Закарпатье там проводятся регулярные фестивали для очень маленьких производителей. Да, да. Вот это у них такая ниша, они заняли. То есть они тоже ничего не продают, в магазин их не пускают, но им это плохо. Ну, да, небольшими объемами... А, все, поломали, поломали! Пожали 84-го года. Как это буквально, да? Да, 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 да. Я бы хотела попробовать. Пожали 84-го года. Очень дурно. У нас на конечном, конечный, может сказать, год своего рождения. Я как-то не собиралась. А он не стоит столько, сколько тебе лет. Нет, я хочу купить коньяк того, 87-го года. 87-го. А вчерашнего года? Никаких. Мы-то знаем, что 57-го. Все равно я тебе не попал. Все равно не 57-го. Правда, что? Да, коньяк, чем он старше, тем он лучше. И вино, крепленное, то же самое. Сухие вина, к сожалению, нет. Они больше 10 лет, но как раз ухудшают свои качества. А коньяки и десертные, крепленные вина, они улучшают с возрастом. Да, мы в шляпах, да? Ну, там многие в шляпах. Вот мне вот эти. Да. Можете там молодежь нато поместить? Типа Пеппи длинный чулок, ну, в современной одежде. Или шеф-порт. Из-за этих, из-за этих, которые не помните, а не мышечные темы? Не можем мы определиться, пока, честно говоря, мне особенно ни одна не нравится. Ну, ничего. А кувшин? Кувшин специально для сливок вина. Ну что, теперь пройдемте туда, в зал, и если хотите что-то посмотреть, смотрите. Потом пойдем в зал и проведем дегустацию наших вина.